Привет! Решила я к своему новогоднему образу добавить небольшой штрих. Сделать ледяное ожерелье. Оно просто невесомое. А благодаря тому, что оно прозрачное, оно очень интересно дополняет образ. Посмотрите, как необычно, смотрится такое ожерелье. Даже с простой рубашкой. Не говоря уже о сказочном костюме. Ну что, давайте я расскажу, как его сделать. Сначала я нарисовала карандашом на обычной белой бумаге небольшой эскиз. Сразу скажу, что он мне не особо помог. И уже по нынтию, при помощи эпоксидной смолы, которая затвердевает в ультрафиолете, я начала примерно рисовать будущие сосульки. Задумка у этого ожерелья была именно потёкшие сосульки. Прозрачные, пояснее. Я думаю, вы сами встречали такие красивые сосульки, которые пропускают через себя свет, выглядят очень заманчиво и красиво. Именно такой задумкой и стало это ожерелье. Я в хаотичном порядке нанесла эпоксидку на полиэтиленовую плёнку, чтобы легче было снимать. Добавила на цепочке замочки по окружности вашей шейки. И решила, помимо того, что это ожерелье будет полностью прозрачным, добавить немножко стразиков. Стразы я взяла самые мелкие, какие у меня были. А также в центр ожерелья добавила стразы на цепочке. После того, как всё установила, я начала просушку лампой. Лампа самая обычная для ногтей. Она хорошо справляется с ультрафиолетовой смолой. Застывает она хорошо. Пока я наносила стразики, смола немножко потекла, растеклась в стороны. И поэтому я решила добавить ещё один слой именно более округлых сосулек. Первый слой, когда у меня высох, я его отделяю от плёнки. Отделяем очень аккуратно. Слой тонкий. На этом этапе он даже может порваться. Теперь необходимо добавить ещё один слой. Во-первых, чтобы оно стало более весомым, держало форму. Ну и во-вторых, чтобы получился более красивый узор. Здесь я сразу, нанеся узор эпоксидкой сосульки, сразу же, пока они не растекаются, не растеклись, я их обрабатываю ультрафиолетом, засвечиваю. И вновь вы видите, как только я нанесла эпоксидку, узор, сразу же засвечиваю её. Сделать такое ожерелье достаточно быстро. Хватит 10-15 минут. А образ уже значительно выигрывает. Посмотрите, как в вечерних огоньках преломляется свет. Кажется, то ли оно есть, то ли его нет. Но однозначно, будут заинтересованные взгляды. Всех с наступающим. И хорошего вам настроения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok